Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике остается напряженной. За последние сутки выявлено из-за регистрина по данным управления Роспотребнадзора 45 новых случаев коронавирусной инфекции. В том числе 25 случаев выявлено в городе Якутске. 4 случая, вот я называю, по убыванию в Мирненском районе, 3 в Татинском случая. По два случая выявлено в Нюрингринском, Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском, Нюрбинском районах. И по одному случая в Абыйском, Молданском, Верхоянском, Вилюйском, Горном, Ленском, Намском, Алёкминском, Хангаласском и Чуропчинских районах. Все ближайшие контакты, обозначенных 45 граждан, которые относятся к 45 этим новым случаям, выявлены изолированы, находятся либо на амбулаторном лечении, либо на самоизоляции. За сутки лабораториями республики проведено 3252 новых исследований на коронавирус. Всего с начала эпидемии у нас проведено 355 712 тестов на коронавирусную инфекцию. Основная задача, которая сегодня стоит перед органами государственной власти, органами местного самоуправления, это прежде всего контроль за возвращающимся с отпусков граждан, как возвращающимся из-за пределов республики Саха-Якутия, так и в целом возвращающиеся в наши населенные пункты. В республике действительно большинство населенных пунктов осталось чистыми от коронавирусной инфекции. Это связано прежде всего и с нашими особенностями расположения населенных пунктов, это связано с нашими территориальными особенностями. Очень хотелось бы эту частоту от коронавирусной инфекции в них сохранить. Для этого все меры должны быть, наоборот, не ослаблены, а усилены, в том числе меры по контролю за состоянием здоровья людей со стороны наших медицинских учреждений и со стороны органов местного самоуправления, меры по контролю за соблюдением гражданами масочного режима и, соответственно, контроль за теми, кто приезжает. Соответственно, с 1 сентября мы начинаем учебный процесс как в школах, так и в детских садах. И, соответственно, для нас очень важно, чтобы во время медицинских недель, которые пройдут в первые две недели с 1 сентября, мы смогли, во-первых, непосредственно обследовать всех практически за сентябрь первоклассников. Медосмотры для всех остальных пройдут до 31 декабря. За это время и, соответственно, обеспечить здоровую среду, это сейчас наша главная задача, обеспечить здоровую среду для образовательного процесса. И, соответственно, в дальнейшем положить алгоритм действий для того, чтобы можно было открыть как учреждения дополнительного образования, так и, соответственно, иные учреждения как таковые. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...